Плоды и дары Духа Святого. В чем разница? Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня поговорим на тему плодов и даров Духа Святого. Приходит много вопросов на эту тему, поэтому поговорим более детально. Все это объединяет Дух Святой. То есть и плоды, и дары исходят от Духа Святого, он начало. Дары Дух Святой дает для служения в и для Церкви. Они сами не приходят. Дары даются, когда человек сознательно выбирает служить для Бога, для созидания Церкви на земле. Дары уже есть у каждого верующего. Они находятся в Духе Святом. То есть человек, исполненный Духом Господним, может попросить дать ему дар для служения, и, конечно, Бог не откажет. Плоды Духа Святого. Это влияние Духа изнутри на нас. Это чувства, мысли, желания и, конечно, помощь от самого Духа Святого. И плоды не зависят от служения, они становятся частью характера и поведения верующего. Задайте вопрос Богу. Спросите, что такое плод и дар Духа? Я приглашаю вас в путешествие по плодам Духа Святого в нашей жизни, где более подробно описываю, как Дух Святой действует на нас и как это отображается на нашей жизни. Я сделал отдельный плейлист на Ютубе, где собрал все записи про дары и плоды Духа Святого отдельно. Следите за каналом, подписывайтесь, чтобы до конца разобраться на эту тему. Если же вы Духом Божиим изгоняете бесов, пророчествуете, исцеляете, открываете церкви, учительствуете в церкви, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Единство Иисуса Христа и Духа Святого. Чтобы лучше понять действия Духа Святого в нас, посмотрим на Иисуса Христа. Откроем Евангелие от Матфея 12 главу, стихи 27-28. «И если я силою Велизывула изгоняю бесов, то сыновья ваши чею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Это Евангелие от Матфея 12 глава, стихи 27-28. И это знаменитое и до конца непонятное место из Писания про Холу на Духа Святого. Перед этими словами Иисус Христос исцелял, делал чудеса, бесов изгнал и сказал, что Он это делает Духом Божьим, то есть единство Иисуса Христа и Духа Святого. Плоды Духа Святого. Когда мы пришли к Богу с искренней молитвой покаяния и веры в Иисуса Христа, Бог простил наши грехи и исполнил нас Духом Божьим. Теперь мы живем также в единении нас и Духа Святого. Теперь Дух Святой живет в нас и в нас, и с нами, верующими. Он не медалька на пиджаке, Он, как огонь, изменяет все, к чему прикасается. Духа Святого не нужно просить, чтобы Он дал свои плоды. Мы, наоборот, сами можем угошать этот огонь Духа Святого в нас. И когда Бог исполнил нас Духом, Дух Святой начал изменять и нас. В первую очередь Он начал давать, посылать мысли, молиться, не ругаться, не ссориться, читать Библию, быть в общении верующих. Откроем послание Галатам, 5 глава, стихи 22-23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Дух Святой в нас порождает любовь, дает побуждение любить, наполняет радостью и побуждает делать дела, которые несут радость. Мир направляет и дает силу долго терпеть, рождает в нас доброту, веру, доверие, помогает быть кроткими и воздержанным. То есть Его присутствие в нас порождает мысли, некоторые чувства и желания. И Павел сказал в 25 стихе. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Галатам, 5 глава, 25 стих. То есть Дух Святой, Его присутствие в нас порождает мысли, некоторые чувства и желания, по которым мы поступать и должны. Конечно, сам Дух Святой будет помогать нам в этом, своею силою. Матфей говорит. У Матфея написано, 28 глава, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла для вас Царства Божьей». Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 28 стих. «Если же Духом Божьим люблю, радуюсь, несу мир, долго терплю, доверяю, милосердствую, верю, стал кротким, воздержанным, то, конечно, достигла и для меня Царства Божьей». В противовес посланий Галатам Павел описывал и дело плоти греховной, которая тоже влияет на человека изнутри и заставляет делать грех, делает рабом греха. Но это мы сейчас не будем обсуждать, это другая история. Плот присутствия в нас Духа Святого, если мы поступаем по Духу, изменяет всю нашу жизнь, как характер, так и окружающий нас мир. Это не зависит от служения, которое мы выполняем, или вообще не служим, или нет. Это Его присутствие в нас нас изменяет. Сила Духа Святого и плоды, и дары Духа Святого, в чем разница? Важный вопрос, который мы сейчас рассмотрим, это сила. Сила греховной плоти и сила Духа Святого. В послании Галатам 5 глава написано «Дело плоти, и что человек делает по введению плоти, а это грех. И человек не может сопротивляться этой плоти, не в состоянии, так как она находится внутри человека, что делает его рабом греха». И так каждый человек, кто живет без Духа Святого. Когда мы приходим к Богу, Он исполняет нас Духом Святым, и Он наполняет нас новыми чувствами, желаниями. Не только наполняет, но и укрепляет, дает силу так жить, жить в благодати. Только сила Духа Святого внутри нас может преодолеть желание греховной плоти и жить новой жизнью. Теперь Дух Святой в единении с нами живет и действует через нас. Дары Духа Святого Дары Духа Святого даны только для служения в Церкви или для Церкви. Послание Римлянам, 12 глава, стихи 1, 2, 3. Павел пишет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйте с веком всем, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, в чем есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Это послание к Римлянам, 12 глава, с 1 по 3 стих. Дары даны для служения, построения церкви, общения верующих. Дар дается Духом Святым по определенным условиям. Это. Дары есть у всех, исполненных Духом Господним. Человек должен осознанно просить и пользоваться даром от Бога. Осознанно, друзья. Человек должен взять ответственность за этот дар. Дары направлены в и для церкви. Человек должен быть членом церкви, общины, нести ответственность перед братьями и сестрами и перед Богом за то, что делает. Дар нужно искать, то есть страстно желать. Есть такое слово – ревновать, настаивать, чтобы получить. Человек может и не пользоваться даром служения Духа Святого. Дар дается человеку, когда он осознанно хочет служить, делать для Бога что-то. Берет ответственность за этот дар и будет служить до конца жизни. Человек должен желать иметь дар. Дар для служения нужно желать. В Библии есть слово – ревновать. Можно желать шоколадку. Съел половинку и выкинул. Так с даром Духа Святого не пройдет. Желать это как? Расскажу на примере. Девушка хочет замуж. Зачем? Просто сыграть свадьбу, а потом разойтись? Нет. Девушка хочет выйти замуж, чтобы создать семью и быть вместе уже до конца жизни. Это замужество изменит всю ее жизнь. Готовы ли она к такому шагу? Вот это желание, но не временной шоколадки, а страстное желание выйти замуж и изменить всю оставшуюся жизнь. Вот это желание. Ревность иметь дар служения Духа Святого, но не временной шоколадки, а страстное желание получить дар и изменить всю оставшуюся жизнь с Богом и Духом Святым для служения Ему. Ответственность за дар Духа Святого До конца жизни служить церкви на земле Бог смотрит на это Например, моя жена массажист-реабилитолог Но когда она проходила это обучение Не просто погладить людей И называться массажистом А когда проходила обучение Знала, что будет исцелять людей Нести здоровье И это ответственность И практически до конца жизни И Бог благословил хорошей работой И помогает в работе с людьми Захотите, ревнуйте о служении Но когда попросите у Бога дар для служения Не просто покрасоваться перед людьми А знать, что до конца жизни Будешь отдавать в церковь Друзья, может и даже безответно Именно на эту позицию смотрит Бог Плоды и дары Духа Святого В чем разница? Плоды Духа Святого У нас проявляются от Его присутствия в нас И в каждом верующем Исполненного Духа Святого И выражаются в характере И повседневной жизни Дары Духа Святого Даны для служения Помощи другим людям Бог даст только Когда мы осознанно Просим И ответственно к этому относимся Человек может и до конца жизни Не пользоваться даром Духа Святого Но плод пребывания Духа Святого В нас не изменен Спросите у Бога В чем разница? Сестра, брат Задай вопрос Богу В чем различие между даром И плодом Духа Святого? Прямо сейчас помолитесь И спросите Задайте вопрос Духу Святому Если же вы Духом Божьим Изгоняете бесов Пророчествуете Исцеляете Открываете церкви Учительствуете в церкви То конечно Достигла до вас Царство Божье Я приглашаю вас в путешествие По блогам Духа Святого В нашей жизни Где более подробно описываю Как Дух Святой действует в нас И как это отображается На нашей жизни Я сделал отдельный плейлист На ютубе Где собрал все записи Про дары и плоды Духа Святого Следите за каналом Подписывайтесь Чтобы до конца Разобраться на эту тему А сейчас я заканчиваю Если вам понравилась Запись Или вы получили Слово откровения От Духа Святого Поставьте лайк Подписывайтесь Делитесь И передавайте привет Братьям и сестрам Аминь